В парламенте республики активно обсуждают новый законопроект. Речь идет о детях войны, чей статус хотят закрепить законом. У детства опаленного войной грустные воспоминания. Тягота и лишения, нелегкий труд. Мира Николаевна Буркина помнит день, когда все началось. Мы собрались за Волгу вместе с отцом, и ребята все пришли. Глядим, везде вешают вот такие вот, вы представляете, наверное, такие вот черные были репродукторы. На все столбы и объявляют. Сказали, что сейчас выступит Молотов. Слушайте сообщение. На нас напала Германия. Я говорю, пап, ну что, едем мы за Волгу? Он говорит, нет, я ухожу, сейчас меня уже вызвали. 11-летняя Мира после школы бегала в госпиталь стирать и гладить бинты. Выводила на прогулку раненых, ухаживала за ними и писала письма их родным. Детям войны сейчас уже по 80, а то и 90 лет. Многие из них проводят свое время в Чебоксарском комплексном центре социального обслуживания населения. Здесь помогут поправить здоровье, занять досуг. У Марии Дедковой свои воспоминания о войне. Ее отца хоронили трижды. Когда папа вернулся, когда я побежала к нему навстречу, то он говорит, а это что, Нина? А это Нина, моя старшая сестра, которая была старше меня на 8 лет. А это уже Марина бежала. Вот. Так что за время войны выросла девочка. Это не забывается. Поэтому очень хочется, чтобы детей войны, конечно, почитали. Это живая история, которую сегодняшняя молодежь, она должна слышать. Ветеранов и участников войны, к сожалению, из года в год у нас становится все меньше и меньше. Вы то поколение, которое мы ценим. И наше подрастающее поколение, несомненно, должно также с уважением и с любовью относиться к поколениям дети войны. Принятие законопроекта, оно сейчас очень востребовано. На новый статус смогут претендовать те, кто родился с 22 июня 1928 по 4 сентября 1945 года. То есть те, кому на момент начала Великой Отечественной еще не исполнилось и 14 лет. Таких в нашей республике более 70 тысяч. Как отмечается в законопроекте, речь пока идет о нематериальных мерах поддержки. Те меры поддержки, которые на сегодняшний день в законопроекте заложены. Вот о них что-нибудь слышали? Ваше отношение к этому положительное, поддерживаем полностью. Слышала, что я неочередное посещение поликлиник, больниц. Очень важно для нас сейчас в нашем возрасте с нашими болячками, они у нас уже у всех есть. Дети войны могут рассчитывать в первую очередь на социальное обслуживание. В Чебоксарском комплексном центре социального обслуживания ветеранам помогают и дистанционно. Мы консультации даем, общаемся по скайпу, психологи, психологов тоже подключаем, потому что когда человек один на один дома остается, немножко, особенно, наверное, в таком возрасте, им тяжеловато. Если пожилые люди не выходят уже из дома, то работники сами приходят к ним, соблюдая меры безопасности в условиях пандемии. Здоровье ветеранов превыше всего. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Юрий Марков, Республика.